А теперь снова о последствиях кровавых ракетно-дроновых атак российских военных преступников. Русский дрон убил супруга в Винницкой области. На неделе и этот украинский регион атаковали вражеские шахеды. Один из них попал в жилой дом. Мужчина и женщина погибли. За жизнь их сына борются медики. Также в результате падения обломков пострадали двое подростков. О последствиях очередного обстрела расскажут корреспонденты. СН Валерий Кузнецов. Вот так выглядит дом в селе Подольское, куда попал российский дрон. Он полностью разрушен. В результате удара погибли супруги. Звук мотора, рассказывают жители Подольского, слышали, но подумать, что над домами летит шахед не могли. Я слышу гудит, я в том окне спал. Я встал, посмотрел в окно, что это гудит. Смотрю, смотрю, и оно у меня на глазах рвануло. Взорвалось прямо в соседнем доме, говорит Михаил. Он с женой первым прибежал на место и вытащил 26-летнего Виталия. Оно только взорвалось, и мы в секунде побежали с мужем, потому что там под завалами стонал человек, парень этот молодой. А эти кадры сняли уже спасатели. Они тушат пожар, из огня достают пострадавших. 52-летний хозяин дома был уже мертв. Его жену с тяжелыми ранениями сразу же госпитализировали, но спасти не смогли. Сразу в кращу на стане. Сразу же в лучшем состоянии, но шок, и у нее были конечности поражены. И за счет этого не смогли. Была порвана артерия, врачи работали, но ничего не смогли сделать. Жизнь их сына сейчас спасают медики. У парня многочисленные переломы и черепно-мозговая травма. На момент попадания Шахида парень был на втором этаже. Он был на втором этаже, поэтому он как бы сверху еще был. Но все равно над ним ведь все горело, понимаете? Шифер горел, но все трещало. Тогда уже все люди сбежались. Рядом в другой общине Шахиды ранили еще двух человек. Этой ночью в Кишинской общине в результате падения осколков вражеского БПЛА травмировались еще двое человек. На данный момент они также находятся в медицинском учреждении. Это двое подростков 16 и 17 лет. На данный момент они в ожоговом отделении. Военные администрации призывают людей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова